Мир борется с пандемией COVID-19 с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала WorldMet с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у более чем 182 миллионов жителей планеты. Около 4 миллионов заболевших, к сожалению, скончались и свыше 166 миллионов человек выздоровели. Как говорят некоторые ученые и эксперты, чтобы победить пандемию человечеству нужно развить коллективный иммунитет, который сможет предотвратить развитие болезни. Ведь иммунитет каждого человека персонифицирован. Другие же говорят, что коллективный иммунитет не решит всех проблем. Единственный верный способ противостоять COVID-19 это массовая вакцинация, тем более, когда по всему миру уже распространились десятки мутировавших штаммов COVID-19. Услышать экспертное мнение мы пригласили в студию наших гостей. Разрешите их представить. Это Анжелика Миличкина. Она кандидат медицинских наук, главный врач научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера из Санкт-Петербурга. И наш второй гость это Омур Ткасымов. Он доктор медицинских наук, профессор, директор научно-производственного объединения профилактическая медицина. Здравствуйте. Здравствуйте. Радую приветствовать вас в нашей студии. Добро пожаловать в Кыргызстан. Хотелось бы в первую очередь сказать вам. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы видим, что опять-таки в мире распространяется, усиливается, да, так скажем, пандемия COVID-19, несмотря на то, что в большей части Европы, конечно, ограничения снимаются, но даже в той же самой Испании, да, даже если у них опять-таки сняли обязательное требование на ношение масок, все-таки новые-новые случаи регистрируются COVID-19. В том же самом Бангладеш, Португалии, да, опять-таки вводятся ограничения. В Сиднее, да, опять-таки вновь введен карантин. И всему причиной это, конечно же, Дельта-штамм, да, индийский штамм коронавируса, который признан очень опасным и заразным. Расскажите, пожалуйста, учитывая именно эпидситуацию у нас в Кыргызстане, сегодня он побит антирекорд, да, более тысячи новых случаев заражения. Как вы вообще оцениваете ситуацию на сегодняшний день? Чего бояться, чего опасаться? Потому что мы уже живем с этим более полутора лет, да, как бы страхи немного притихли, но тем не менее есть повод еще раз предупредить наше население. Пожалуйста. Ну, во-первых, как вы отметили, в мире напряженная эпидемиологическая обстановка по COVID-19. И что касается нашей страны, то в последние 10 дней мы отмечаем динамичные нарастания новых случаев. Сегодня 1800 новых случаев. И, соответственно, за полтора года вот этой новой инфекции планетарного масштаба мы можем сказать, что мы все земное население находимся в состоянии войны с вирусом. И, соответственно, все действия должны быть такими, как условия боевых действий. И, соответственно, очень напряженная эпидемиологическая обстановка в нашей стране, особенно в Бишкеке, Чуйской области. Сейчас пошло нарастание по Оржской области, город Орж, Оржская область, Джалабад, Талас, Баткен. В связи с летними отпусками и миграцией предполагается через дней 10 такая же ситуация развернется в Иссык-Кульской области и, соответственно, далее и в Нарыцких областях. В связи с тем, что в нашей стране локдаун не существует и правительство не собирается вводить, в связи с тем, что есть опыт других стран, как Белоруссии, Швеции, что они даже при первоначальном возникновении данной эпидемии не объявляли локдаун, то есть справлялись определенными мерами и соответствующими предупредительными и так далее. И, соответственно, и население было адекватно к исполнению всех своих обязанностей, которые должны они обязательно исполнять. И то, что как везде и всюду, хоть это в Америке будет, в Европе, в России, в нашей стране это ношение масок, это гигиена рук, это расстояние между людьми и не собираться в различные сборища в виде тоев, поминок, прогулки в торговые центры в закрытых помещениях и так далее. О чем речь идет? За полтора года развития пандемии вирус мутировался. Человечество имеет пример 19 века, когда впервые был диагностирован грипп, всем общеизвестный, и, соответственно, эта пандемия унесла более 100 миллионов людских ресурсов, и она все время мутировалась, и мы сейчас ее получаем в том виде, в котором получаем различных молекулярно-генетических типах. То есть ВОЗ и соответствующие органы здравоохранения говорят, что в этом году будет такой-то тип, надо принимать вакцину такого-то типа. А так как этот новый вирус COVID-19, то мы еще до конца не знаем, что происходит, и возникли мутированные уже вирусы, как британский, южноафриканский, бразильский и вот индийский дельтаформа. В свою очередь эта дельтаформа вытеснила практически другие виды мутированных вирусов и является высококонтактным. Если раньше было 1 к 3, допустим, поражаемость, то здесь где-то на 40%, а в некоторых странах и до 80% идет быстрая контактность и нарастание распространения у человеческого индивидуума. То есть зараз этот вирус может поразить 5-6 до 8 человек, а может и более. Мы точно не знаем. Ну потому как развивалась эта эпидемия в Индии, в Европе перед этим, на Украине, то, соответственно, такой же и ожидает нас. Вот уже в России, в московских регионах, в Ленинградской области, в городе Санкт-Петербурге коллега, наверное, коснется этого вопроса. И в том числе в нашей стране идет мутированный вирус COVID-19 SARS-2, который намного опаснее. И уже ВОЗ дал определение. И мы прекрасно знаем о том, что мозаика вируса в нашей стране полиморфна. Все виды. Недавно работники Госдепартамента Санепетнадзора дали типирование этих вирусов. И она, кажется, у нас гуляет. Соответственно, граждане нашей страны уже на сегодня практически все койки заняты. Соответственно, разворачиваются дополнительные койки. Но я бы хотел к своим соотечественникам обратиться со словами того, что если вы не будете соблюдать то, что я сказал выше мероприятия, если вы будете безответственно относиться к своему здоровью, если вы будете вести и не пренебрегать всеми рекомендациями, которые дает Министерство здравоохранения и социального развития, и все государственные органы и ведомства работают в этом направлении, то никакая система здравоохранения не выдержит, уважаемые коллеги. И мы не сможем вам, я заранее вас всех предупрежу, не сможем мы вам одновременно, если возникнут большие число новых лиц, заболевших, помочь и ресурсов, систему здравоохранения, ресурсов страны и кадровые ресурсы в этом направлении у нас не бесконечны и не беспредельны. Ну вот смотрите, нас сначала пугали британским штаммом коронавируса, потом южноафриканским, а потом вот опять-таки появился этот индийский дельта, штамм, который оказался наиболее заразным. Скажите, пожалуйста, учитывая то, что сейчас ежедневно у нас регистрируется больше тысячи новых случаев, причина этому что? Это все-таки игнорирование требований и правил с самим населением или же все-таки распространение вот этих вот новых мутировавших штаммов? Главная причина это игнорирование населением, соблюдение всех правил безопасности, соблюдение в условиях пандемии. Я еще раз повторяю, мы находимся в условиях, войны с вирусом. Все человечество, не только наша страна, все человечество находится. Соответственно, две пути. Или мы все переболеем и проэпидемичимся, и получим какие-то антитела, которые будут хороши для дельта формы вируса. А завтра смутирует другой, может быть, кыргызский вариант появится, еще жестче по отношению, допустим, к дельта форме. И, соответственно, второй путь это вакцинация. В нашей стране, значит, первая партия 150 тысяч доз семифарм был, потом 40 тысяч спутник, и сейчас 80 тысяч. И сейчас, говорят, еще пришло, да, 80 тысяч спутник, и намечается еще семифарм китайского производства, 150 тысяч доз. Только один путь, до 90% вакцинирования населения, это приведет к остановке эпидемии, пока не в мире в нашей стране. Соответственно, уже рядом наши государства, как Казахстан, Узбекистан, имеют эти цифры поболее. Даже Россия, имея более миллионов вакцинированных, видите, какая идет ответная реакция на новую форму вируса COVID-19. Соответственно, больше никакого другого пути нету, как вакцинироваться. И, как нам сказали, у государства нет другого пути, как только приобрести любые формы вакцинации, выпускаемые в Европе, в России, в России их уже три вида, в Китае и так далее, мы должны провакцинировать население. Два миллиона, два с половиной миллиона населения мы должны от 18 и более лет обязательно провакцинировать. Так пандемию мы не сможем остановить. Ну, очень много споров, да, вокруг этого COVID, на самом деле, и в обществе, и в социальных сетях каждый день очень такая большая площадка для дискуссий. Некоторые говорят о том, что все-таки победить коронавирус мы сможем только при помощи коллективного иммунитета. И чем быстрее мы все друг друга перезаражаем, так будет лучше. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, это, конечно же, вакцинация. Но прежде чем мы будем говорить непосредственно о цели, с которой приехала к нам сюда группа из России, чтобы все-таки сделать, так скажем, оценку популяционного иммунитета COVID-19, давайте немного расскажем для наших телезрителей, что такое коллективный иммунитет. Самыми простыми словами, чтобы нашему населению все-таки дошло, да сколько процентов населения должно переболеть, чтобы все-таки выработался иммунитет к нему. Ну, прежде всего, дорогие слушатели и телезрители, хотелось бы сказать, что коллективный иммунитет – это не только иммунитет, сформированный в результате заболевания, постинфекционный иммунитет. Коллективный иммунитет или популяционный иммунитет – это иммунитет, иммунный ответ всей популяции отдельной страны региона, который сформирован как за счет переболевших, так и за счет провакцинированных. Здесь уже было сказано о том, что минимальные цифры, которые были необходимы для того, чтобы мы получили какой-то заслон перед серьезной инфекцией – это 60-70%, но это самое минимальное. Оптимальный коллективный иммунитет – это 90%. Тогда не будет возможности вирусу распространяться дальше и заражать большее количество. Поэтому коллективный иммунитет подразумевает не только переболевших. Здесь и переболевшие, и привитые. Поэтому наша цель… Мы, конечно, правильно было сказано, можем пойти путем того, что у нас переболеет основная часть населения, что в Киргизии, что в России. Но мы прекрасно понимаем, что существует понятие боевых потерь. И каждый из нас, если задумается, хотел бы ли он потерять своего близкого человека в этой ситуации и ждать. Потому что совершенно непредсказуемая инфекция в том плане… Вот мы сейчас полтора года живем с вами с этой инфекцией, и мы никогда не можем сказать однозначно, как данный человек, у него будет протекать заболевание. Переболеет ли он в легкой форме? Или у него развьется достаточно серьезное заболевание с последствиями? Мы можем только четко сказать, что это лица возрастные, с сопутствующей патологией. Они чаще всего тяжелее болеют. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что новый штамм индийский, он у нас активно распространяется среди молодого населения. И молодые люди тяжело болеют, часто попадают в реанимационные отделения напрямую уже. И сейчас у нас проведено секвенирование. То есть мы определили тип, тип типировали. Например, в Санкт-Петербурге типировали штаммы от заболевших, находящихся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях. И порядка 70% это молодые люди имеют штамм индийский. Поэтому мы прекрасно понимаем, что у нас сейчас заболевают и молодые люди. Они не гарантированы от того, что они будут защищены. Что касается вакцинации, мы говорим о том, что да, вакцинация, вообще любая вакцинация от любой инфекции, она стопроцентной гарантией не заболевания не дает. Но она дает гарантию от тяжелых форм заболевания. И предполагает, что человек может заразиться, но он не будет протекать легко. И мы точно так же можем сказать, что многие из нас, и у вас есть такие люди, которые заболели, но переболели легко. Это особенности иммунного ответа. Так вот для того, чтобы оценить и спрогнозировать, какой сейчас на данный момент, вернее оценить, на какой на данный момент в Киргизии иммунный ответ всего населения, то есть какой коллективный иммунитет, и проводится это исследование. Это как инструмент, после анализа, которое будет проведено, это инструмент на государственном уровне управления ситуацией. В каких регионах можно будет ослабить санитарно-эпидемиологические требования, в каких усилиях усилить, где можно проводить массовые мероприятия, где ограничить, в каком направлении нужно будет вести вопросы вакцинации, где может быть в этой ситуации, где будет высокий уровень иммунного ответа в каком-то отдельном регионе, можно будет ослабить и разрешить более разрешительное. Потом мы прекрасно понимаем мотивацию для каждого отдельного гражданина. Мы же говорим о государственном масштабе, для государства всё понятно. В какой интерес для каждого гражданина участвовать, например, в этом исследовании? Каждый человек сможет узнать, переболел ли он, не переболел. Если он переболел, какой на данный момент его иммунный статус? Защищён он или не защищён? Если он вакцинирован, защищён ли он на данный момент? А если он переболел, и иммунного ответа нет на данный момент, то это стимулирует в последующем к вакцинации. То есть для каждого гражданина цель в этом. Ну, конечно, это ещё и самый эффективный способ прогнозирования, где смягчить рычаги, где, наоборот, их усилить и, может быть, даже ввести какие-то дополнительные ограничения. Скажите, пожалуйста, каким образом сейчас, на каком этапе сейчас это исследование у нас в Кыргызстане? Я знаю, что вы отобрали, так скажем, волонтёров, которые должны были зарегистрироваться, чтобы пройти исследование на наличие антител. Ну, вот это популяционное исследование, это программа межгосударственная, евразийского сотрудничества. Впервые у нас, она в России стартовала, пилотный проект более года назад. Мы провели это исследование сначала в Санкт-Петербурге, оценили популяционный иммунитет именно в Санкт-Петербурге. Далее, ещё в 26 регионах России. И набрав вот эту когорту, группу волонтёров, дальше мы ещё три этапа оценивали спустя, допустим, 3 месяца, как меняется, потому что за это время кто-то переболел, кто-то вакцинировался. И это позволяло определённой мере принимать решения, те, о которых я сказала. То есть у нас уже в течение года, поскольку было принято межгосударственное постановление решения в странах евразийского сотрудничества, около месяца назад, чуть больше, такое же исследование совместно было проведено в Белоруссии, получили результаты и позволило в определённой мере какие-то управленческие решения принять. И следующая страна, в которой мы сотрудничаем, это Киргизия. И вот это популяционное исследование направлено... Почему в столь короткий период, чтобы было понятно? Оценка популяционного иммунитета эффективна только в достаточно короткий промежуток. Пройдёт неделя... Там уже будут другие цифры. Совершенно другие цифры. Для того, чтобы мы сейчас могли это анализировать, вот поэтому короткий промежуток. За 2-3 дня тоже не получится, потому что у нас количество волонтёров порядка 13 тысяч по всей республике. Поэтому вот мы начали информационную кампанию, и я думаю, что передача это тоже способствует, потому что в городе Бишкек всё прекрасно, все анкетированы, все отобрались. По регионам ещё пока существуют проблемы. Ну, наверное, не все просто смотрят телевидение или не все в социальных сетях, поэтому я думаю, что, может быть, ваша передача тоже поспособствует этому. Суть в чём, что... Каждому человеку важно знать свой статус. Суть в чём в этом исследовании, что отбираются группы волонтёров, их 7, по взрастам. Они проходят по специальное анкетирование, размещенное на сайте Министерства здравоохранения. Проходят посылки, анкетируются, выбирают пункты взятия, приходят туда, заполненная анкета, информированное согласие, всё это с учётом программного обеспечения. Люди сдают кровь, и интерес их в том, что через где-то после окончания исследования они получают результаты. А мы сможем оценить вместе с коллегами, оценить, какова ситуация в регионе, каков разброс по возрастным группам, может быть, имеет смысл ограничить старшую возрастную группу, большей самоизоляции, применить возможные инструменты, скажем так. То есть вот сейчас группы набираются. Ну, самое активное, конечно, молодёжь. Да, социально активное население, работоспособное. Оно, конечно, моментально зарегистрировалось, и в Бишкеке это было моментальное наполнение групп. Я хочу просто сказать, что эта программа, она достаточно мобильна, и если мы будем чувствовать, просто к жителям Бишкека хочу обратиться, если мы будем видеть, что где-то по регионам мы немного не добираем, мы будем открывать эти возрастные группы, то есть это не окончательно. Ещё все пять дней будет открыта регистрация, и если какие-то возрастные группы будут не добираться, мы будем приглашать к регистрации. Но активно хотелось бы пригласить к регистрации, это прежде всего детей, детей и старшую возрастную группу. Надеюсь, что проводимое исследование способствует борьбе с коронавирусной инфекцией, потому что правильно было сказано, что ещё совершенно точно этот год и большую часть следующего года мы проведём вместе с коронавирусной инфекцией. Но мы прекрасно понимаем, что если сравнить наше состояние, состояние здравоохранения и диагностику, лечение, профилактику, реабилитацию с тем, что было год назад, когда мы, если сказать таким простым языком, мы как слепые котята во многом боролись, мы не всегда понимали, интуитивно во многом понимали, как нужно лечить, как нужно профилактировать, то сейчас уже есть достаточно чёткие стандарты, клинические рекомендации, всё это мы стоим на вооружении, у нас нет проблем с средствами индивидуальной защиты, у нас сейчас одна проблема, это проблема о том, чтобы граждане наши всё-таки вспомнили, что мы живём в условиях пандемии, понятно, что все устали, но тем не менее мы только вместе сможем подбедить им, а один из рычагов, опять-таки, это вакцинация. А когда мы можем всё-таки услышать, увидеть результаты этого исследования, потому что мы понимаем, что это будет один из самых эффективных инструментов по противодействию коронавирусной пандемии, тем более, что сейчас она только набирает обороты непосредственно у нас, в Кыргызстане. Ну, я думаю, что если оценивать верно временные промежутки, то порядком в течение, через две недели после окончания будет предоставлен предварительный анализ. Может быть, чуть даже раньше мы предоставим совместный предварительный анализ, и можно уже будет отчитаться перед гражданами о том, каков результат. Ну, а для того, чтобы отчитаться, конечно, хотелось бы, чтобы люди пришли на пункты взятия. К сожалению... Давайте, пожалуйста, проинформируем, да, Анжелика Марсовна, вот вы говорите о том, что в Бишкеке у нас уже вот эти волонтёры, группы, они набраны во вся возрастных группах, а что касается именно регионов, куда необходимо обратиться? Может быть, среди наших сейчас телезрителей люди изъявляют желание всё-таки подойти и узнать, да, свой иммунный статус, куда подойти, куда обратиться для того, чтобы пройти это исследование? Значит, подходить изначально никуда не нужно. Любой гражданин, который имеет электронную почту, он заходит по ссылке, вернее, заходит на сайт Министерства здравоохранения и НПО профилактическая медицина на двух сайтах. Расмещена ссылка анкетирования, участие в популяционном исследовании, проходит по этой ссылке и попадает на анкетирование. И отвечает на, в общем, достаточно понятные и ясные вопросы, там всё достаточно ясно и конкретно. Отправляет эту заполненную анкету в программу, в облачный сервис. Если возрастная группа не набрана, вот в этом регионе, а по регионам сейчас ещё совершенно спокойно можно зарегистрироваться, и вот на эту электронную почту, почему я отметила, что электронная почта должна быть, приходит письмо с приглашением принять участие и выбрать сначала место, пункт взятия и время. Гражданин-волонтёр отбирает, выбирает себе пункт и время, и приходит окончательное письмо с идентификационным номером, пунктом взятия и временем, по которому гражданин может прийти и сдать, выполнить, скажем так, желание определить свой иммунный статус. Существуют некие проблемы с возрастной группой, потому что не каждый у нас возрастной человек имеет электронную почту, но в основном у всех есть молодые родственники, которые могут посодействовать. Сейчас есть возможность регистрировать с одного электронного адреса, зарегистрировать всех своих родственников, всех родственников, бабушек, мам, пап, тёти, детей, с одной электронной почты. Просто нужно понимать, что каждому будет приходить отдельное письмо. То есть вот таким образом можно зарегистрировать. Всегда есть кто может помочь. Поэтому в регионах ещё достаточно мест, и можно в течение недели регистрироваться. Но зарегистрироваться, пройти анкетирование желательно сейчас, а приходить могут в течение пяти дней. Я дополнительно дополню, что всех областных, районных центров семейной медицины специалисты могут помочь людям, которые не знают, как зарегистрироваться, как произвести те или иные действия, их зарегистрируют, им покажут, и, соответственно, привяжут к электронной почте центров семейной медицины или группы семейных врачей. Это касается Баткен, Джалабад, Оржскую область, Иссыкуль, Нарынскую область, Таласскую область. Всегда уже дано указание при медицинских организациях, медицинские работники должны оказать консультативную и помощь в содействии в регистрации граждан нашей страны для проведения таких исследований. И самое главное, еще раз повторим, еще раз предупредим наше население, конечно же, о рисках распространения COVID-19, и еще раз, конечно же, хочется пригласить всех желающих пройти это исследование. Повторим, что оно бесплатное, Абсолютно бесплатное, если вы хотите узнать свой иммунный статус, подойти в определенные точки, где могут вас проинформировать, проконсультировать, зарегистрироваться, как уже отметила наша гостья Анжелика Марсовна, и уже, конечно же, помочь этому исследованию, чтобы наша страна могла, конечно же, спрогнозировать дальнейшие пути по противодействию COVID-19. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и проинформировали нас. Я очень сильно надеюсь, что наше население проявит активное участие в этом исследовании популяционного иммунитета, чтобы мы все-таки смогли победить COVID-19, тем более, что вы говорите о том, что мы будем жить в условиях пандемии еще как минимум полтора года, два года. Дай нам силу. Всем силы и здоровья. Спасибо. Всем удачи и везения. Спасибо большое. А я напомню для наших телезрителей еще раз, что она сегодня в гостях была Анжелика Меличкина. Она кандидат медицинских наук, главный врач научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера из Санкт-Петербурга. И Омур Касымов, он является доктором медицинских наук, профессором, академиком, директором научно-производственного объединения профилактическая медицина. Говорили мы об оценке популяционного иммунитета на COVID-19 у нас в стране, которая уже сейчас стартовала и активно набирает волонтеров на это исследование. Присоединяйтесь. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Лото 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова